4 ноября в День народного единства в Больших Везёмах состоялся военно-исторический праздник. Окончание Великой Смуты в бывшую усадьбу князей Голицыных приехали представители клубов исторической реконструкции, чтобы воссоздать атмосферу царской России начала 17 века. Те самые времена, когда наша страна погрузилась в пучину смуты. На праздник пожаловали стрельцы и пехотинцы, польские шляхтичи и татары. Сегодня в передаче про город мы отправимся в Большие Везёмы, чтобы узнать, какими событиями были наполнены эти места в период смутных событий в России. Расположенный на Смоленском тракте Везёмский стан упоминался в дипломатической переписке с 1520 года. После возвращения Смоленска в состав России основные контакты с Европой совершались через главную смоленскую дорогу. Село Везёма было последней остановкой на пути в Москву. Статус царского села Большие Везёмы получили после того, как на престол взошел Борис Годунов. Здесь он начал большое строительство. Возвел деревянный царский дворец, Троицкую церковь, ныне Преображенский храм, звонницу, о которых проезжавшие мимо заморские гости писали. В селении Везома есть дворец, довольно обширный, обнесенный полисадником и окопанный рвом с рогатками. Подле дворца каменная церковь, очень изрядная, иконы и подсвечники в ней богатой и прекрасной работы. Везёмы были очень тесно связаны со смутными временами. Это когда-то усадьба Бориса Годунова была. Здесь сохранился до смутного времени большой дворец, церковь великолепная построена, монастырь был большой, двумя церквями, церковь Иоанна Богослова Николая Чудотворца, то есть самый настоящий город. И вот завоеватели когда-то увидели этот город. Здесь проходили и полки Лжедмитрия I, он организует здесь свои пышные забавы. Это строительство ледяной крепости, которую должны были оборонять русские бояре, обрадить приступом польско-литовская шляхта. Сюда приезжает Марина Мнишек, польская красавица, с огромной свитой, которая насчитывала свыше двух тысяч человек. Вели себя как завоеватели. Всё было разрушено, разграблено, сожжено. Царь Борис Годунов скончался в 1605 году. 20 июня войска самозванца Григория Отрепьева, Лжедмитрия I вошли в Москву. По словам историка Василия Ключевского, самозванец был испечён в польской печке, но высяжен в боярской среде. Без поддержки боярства взойти на российский престол у Лжедмитрия I не было ни единого шанса. Самозванец называл Годунова изменником, обещал честь и повышение боярам, милости дворянам и приказным, льготы купцам, тишину народу. В Везёмах польское войско вело себя по-хозяйски. Самозванец устраивал потешные бои против русских бояр. Через Везёмы к своему будущему супругу следовала Марина Мнишек. В 1619 году на широкой Везёмской плотине, остатки которой сохранились до нашего времени, состоялся обмен пленами между русскими поляками. Возвращается из плена русский патриарх Филарет Никитич. Он был 14 лет с половиной в польском плену. И здесь он встречается со своим сыном Михаилом Фёдоровичем Романовым, первым из династии Романовых, который был избран. Опять-таки всё это связано. Здесь был королевич Владислав, тот, который претендовал на престол от поляков. Кого здесь только не было, и Хаткевич, и различные военачальники польские. Смоленская дорога, к сожалению, так сложилась, что постоянно использовалась противниками нашими, которые вторгались на территорию и Московского государства, и России, и Советского Союза. Все они двигались по этой дороге и отступали потом также на Запад. Окончание Великой Смуты, именно так называется военно-исторический праздник, который ежегодно проходит в Больших Везёмах. Организатор государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина при поддержке Министерства культуры Московской области и участии администрации Большевизёмского поселения. Идейные вдохновители студии живой истории «Хронотоп» и клубы исторической реконструкции. Ребята помогают погрузиться в атмосферу начала 17-го столетия. Костюмы, атрибутика, вооружение – всё это родом из прошлого, благодаря работе увлечённых историей энтузиастов. 17-й век – это эпоха изменений, эпоха реформ, в том числе и военных, в военной сфере. У нас появляются полки нового строя, и здесь представлены ребята в разных совершенно костюмах. Вы, пройдя по площадке, сможете увидеть. У нас и татар, и литовцев, и поляков. На мне сейчас одет комплекс ритарского доспеха. Ритар – это всадники. У них были специально укороченные мушкеты, которые назывались карабинами. Собственно, название дошло до нашего времени. Также у нас есть стрельцы и пикинёры, которые на репродукциях из учебника Вальгаузена, учебника 17-го века, рассказывают о том, как нужно обращаться с пикой. То есть там есть и иллюстрации, есть инструктор, и есть, собственно, пики. Можно попробовать поработать. Пики очень длинные, и там, конечно, нужен определенный навык. Основным оружием того времени было что? Это уже эпоха огнестрельного оружия, и оно все больше и больше набирает обороты, и спустя столетия уже вытесняет полностью с поля боя оружие ближнего боя. Пики, собственно, тоже у нас, пикинёрские коробки существовали недолгий период и были вытеснены как раз огнестрельным оружием. Они использовались как вспомогательные пикинёры, использовались как вспомогательные войска для того, чтобы защитить коробки стрельцов от кавалерии вражеской. На праздники русские и иностранные воины, литовцы, поляки. Заглянули везёмы и пикинёры, пехотинцы, вооруженные 5-6-метровыми пиками. Командует отрядом Антон Бурмистров, одетый в доспехи и парадное платье стрельца времён царя Алексея Михайловича Романова. Расскажите, чему вы сегодня научили посетителей праздника, гостей праздника? Основным стрельвым командам работа с пехотной пикой, которая была на вооружении в Европе с конца 15-го до середины 17-го столетия. У нас пехотная пика использовалась недолго, доказала свою неэффективность, ввиду, что пришла она к нам только в 17-м столетии, и где уже преобладало огнестрельное оружие. В русском войске пикинёры назывались «копейщиками». Слаженно действующие полки копейного строя представляли реальную угрозу в обороне, однако были маломобильны в атаке. В 1764 году был сформирован Луганский пикинёрный полк, который состоял из русских, сербов, македонцев и болгар. В 1777 году командиром Луганского полка стал Михаил Илларионович Кутузов. Также в составе русской армии действовал Полтавский пикинёрный полк, который в 1783 году был объединён с Луганским. Его брикадиром стал будущий генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов. Символично, что на праздник в Больших Везёмах, посвящённом окончанию событий Великой Смоты, пожаловали именно копейщики – пикинёры, ведь в этих местах пикинёр Кутузов бывал во время Отечественной войны 1812 года. Но вернёмся к смутным событиям, происходившим в России в начале 17-го столетия. Польско-литовские интервенты, спалившие дотла дворец Бориса Годунова, отметились и в Спасо-Преображенском храме. На стенах святыни можно разглядеть имена непрошенных гостей, эдакие автографы, которые датируются в 1613-1618 годами. Есть и более поздние граффити от Трояновски и Якимовича. Историки не исключают, что во времена Смоты в Везёмах был и предводитель народного ополчения Иван Болотников, выступивший против царя Василия Шуйского. Он называл себя воеводой царевича Дмитрия. После поражения в осаде Москвы в 1606 году Болотников три месяца оборонялся в Туле, но войска Василия Шуйского захватили повстанцев, а своенравного воеводу казнили. Праздник в Везёмах дополнился показом исторических костюмов и военного вооружения. Гости могли узнать особенности обращения с огнестрельным оружием, используемым в 17 веке, и, конечно, пострелять из лука. Историческое знание имеет массу источников. Мы имеем экспонаты, которые хранятся в вооруженной палате, мы имеем экспонаты археологические, мы имеем изобразительные источники, в том числе иностранцев, которые приезжали, Сигизмунд, Герберштейн, Адам Алиарий. Мы имеем зарубежные аналоги, потому что очень много снаряжения в 17 веке закупалось специально за рубежом, потому что у нас не было, во-первых, возможностей для массового производства, во-вторых, это как раз была реформа, то есть происходили изменения. Происходил переход от дворянской поместной конницы к регулярным войскам. Стрельцы – это, по сути, первые регулярные части, первое приближение к такой систематизированной армии. Соответственно, их нужно было одеть, и снаряжением выдавалось государям, соответственно, чтобы они были единообразные. Все это закупалось в Голландии, в Англии, привозилось сюда, в том числе и мушкеты. Только с середины 17 века у нас начинают функционировать тульские заводы оружейные. Поэтому в образе русского воина мы можем встречать зарубежные элементы, например, вот эти шлемы с перьями, шпаги, что, в общем-то, не ожидается увидеть у русского воина. Интерактивные площадки позволяют гостям не только соприкоснуться с историей, но и стать частью этих событий. Например, попробовать свои силы в набрасывании аркана или каллиграфии. Особой популярностью на праздники пользовался мастер-класс студии Келия, представители которого учили большевиземскую молодежь письмо 17 века. Праздник стал традиционным. Мы проводим его четвертый раз. Он набирает с каждым годом обороты. Ну и, как мы сегодня уговорили, в Бородино тоже не сразу все это как-то складывалось было, не так много народу. Но сейчас у нас и клубы есть свои, которые очень активно в этом принимают участие. И, конечно, праздник, это прежде всего праздник семьи. Праздник с детьми, с мамами, с папами, чтобы они пришли и показали детям, как вообще зарождалась наша страна. Для всех желающих соприкоснуться с историей везем на стыке 16-17 веков были открыты Годуновские залы, в которые мы с вами заглядывали в одну из прошлых программ. Приводить в порядок после смутных событий везем мы начали князья Голицыны. В конце 18-го столетия здесь возник Княжеский дворец. Появились флигели, а на месте царского терема была построена Княжеская конюшня. Военно-исторический праздник окончания Великой Смуты в Больших Веземах, по мнению организаторов, может стать визитной карточкой Одинцовского района. Продолжение следует...